Она холодная уже. Да, Игорюхин? Чего? Ну, нужно было подогреть это. Да, котлеты съели, не оставили. Выложила. Пойдется. Жимала. Короче, вот в эту вадочку вошла пол-литровая баночка, которая пол-литровая баночка. Жималась, да? Она же горькая, я не люблю. Ты перемешай там это. О, мама лечо сварила. Нет, оно не лечо, просто ты перемешай, говорю, это все. Просто там у меня было две помидорки, два огурца, морковка. Что у меня еще там? Пол-голубки лука, зелень, чеснок. Что еще? Сахар, соль. Вот все. Я взяла это все. Ну, она и лук с морковкой поджарился, потом это закинула, все. Перчик еще один. Мы не снимали. И потушила, и все. Чеснокок туда. Еще два огурца осталось. Она будет куда-то его тушить. Ммм. Горчица уже. Кого? Горчица хочу. У тебя зерниска, ой, это уже 100-летняя горчица, надо будет, она уже, наверное, все испорченная. Надо помыть и свежую тебе запарить горчицу. Не забыть бы так ее делать. Это у нас уже, это, все уже, и каючка. Нормальная? Да. Хорошая. Вот делаю. Там это есть, это лидера. Хорошая горчица. Я делаю не на воде, а... Не, она хорошая, есть же ничего. Да, она старая уже. Если свет не, ой, если и воздух не попадает, она не темнеет. Да, ну, что? Нет, есть же порошок горчичный. Загорит свежую, и все. Кушать холодно. Хотя ты ее сейчас редко ставишь. Да я забываю, жарко. Видишь, я вспомнил. Опять дух это стоит. Несколько. Холодные эти. Хотя спагетти там этого. Матва вообще-то сливочная. Она фактически комнатная температура. Вот. Видишь, у меня супчик еще разогрела. Я там собачки, поэтому, тебе подогрела. И еще чашечка осталась, супчика. Завтра ты что-то готовишь. У меня там тесто лежит. Картоха лежит. А рыбу чего не ешь? Ну, я не хочу. Ну, ты к кому рыбу есть? Что-то такая духота. Тебе нет. Дождь пошел. У нас сегодня прогнутники передавали. Град, ветер. Ну, все. Ну, если вот ты такая духота, то я сейчас опять что-то платит. Молочный хрен, да? Нет, главное, хрен молочный. Сливочный столовый. Сливочный. О, сливочный. Вот так вот. Хрен сливочный. А наши прогнозники, вот местные новости, так интересно делают. Спонсор прогноза погоды, рога и копыта. Я думаю, блин, то ты заглянил в интернет. Нет, ну, они подстраховывают, Игорь, мало ли, что это. Ну, они будут, вот, мы целый день передавали, что это. Ну, может... О, что-то пахло. Что-то кто-то опять затопил какой-то единый. Углём. Что там такое? А? Собъемело? Отец. Надо же тебя обидевать. Молодец, что бывает. Может быть, и будет у нас что-нибудь такое. Может быть, пахакати будет у нас обойдёт, тарану. Кто его знает. Дело в том, что опять будет темно, опять будет вот это всё тверкать. То хата будет стоять. И чтобы днём прошёл. Самое главное, научились делать вот этот Яндекс. Отслеживать вот эти все параметры и показывать тучи, над какими городами и куда они идут. Кстати, хорошая функция, это, опять же, никакая не реклама. Куда идут, направляется тучи, когда закончится дождь. и говорит, там это, а сортики, тортынки с яшкой. Да съем я их, и уже ем. Тарану надо что-то делать, готовить. Спонсор прогноза погоды, рога и копыта. Почему прогнозники ваши? Там прогнозники в интернете посмотрел, довести. Ну, наоборот, я им не верю. Они никогда, редко когда они в точку попадут. надо бы завтра один час застать, чтобы это накрутил. Майонез. Майонез, что ли? Ну, я лезу. Ну, конечно. А то и этот, это дела. Ну, раньше он хороший был. Сейчас не знаю. Сейчас не очень. Ну, это соус. Это не майонез, это соус. Он дорогое и самый жирный. Ну, как соус. Соус, да. А раньше я его покупала, был он в ведерках. Вот в таких вот ведерках. Сейчас в туфтах. И жирность у него большая, такой вкусный. Высокая, вернее. Он такой вкусный был. Он был майонез, а не соус. Да, есть. Фишечка. Никого. Не надо пока этот, этот нормальный. Хороший. Ну, ешь так. Я тебе говорю, он нормальный. Не хочешь ты же, ешь так. Он нормальный. Кого? Ой, молока нету. Как плохо. Так оно ходом идет, бесконечное молоко. А у нас магазин-то этот наш закрытый. Как плохо. Беги. О, ни хлеба сбегать не купить. Ни молочка. Ой, вообще кошмар. Караул. Уже какой? Три дня или четыре дня закрыто все уже. Больше? На глухах. Больше. Не открывают. Неделю уже. Кого? Да хоть бы что-нибудь или купил, или в аренду взял. А в аренду кто будет брать? Кому нафиг надо? В аренду брать. Продам или сдам в аренду. Может быть кто-нибудь и это может быть денег. Собственник будет бабки получать. Там же тоже не ешь. За просто так. Продают они. Что, ну, за две копейки продают, что ли они? Так он нафиг никому не нужен. Ты рядом. Ну, почему нафиг он не нужен? Он во-первых на такой... Ты подъезжай. Ты вот послушай меня. Вот рядом. Подъезжай, делай межевание, землю, и ставь в свой киоск. Во-первых, надо молотить, а во-вторых, уже все готово. И почему ты думаешь, что здесь место нормальное место, проездное все. Вот этот весь околоток и даже не околоток ходит сюда, бегает в магазин. Проезжающие. Дорога как раз на дороге стоит. Здесь вообще нормально у них. Это вот последнее время стало что-то ассортимент такой слабенький. И это... А так постоянно у них народ и ассортимент хороший. Народ постоянно был там. Радом. Ставьбург. Кем не было вообще сильно некогда было даже кофе-то попить. Они потом еще там пить-тройку делали, хотели типа этого закусочное сделать. Они и кофе там, пожалуйста, подогревали. Как то им какую закусочную? Она не справится. И подогревали. Худоги у них были. Так что тут не знаю, что тут будет. Плохо. Печалька. Вот сейчас у нас молока нету. Хлеба уже там по булочке осталось. И вот... Будем без хлеба. и куда это... Ну ладно, завтра это тесто заедут, а вот это тесто есть и все. А без молока вообще захотела чаю с молоком. Молоко ходом идет. Я в последнее молочко вылила сюда, я помыла эти. И все. И нету ти. Ни сметанки не взять, ничего. Ни ковку взять. А туда ехать это неохота мне деньги на такте тратить. Чтобы купить это. Так что-нибудь это раз побежишь купишь. Все отберились. Да. Да. А туда я не хочу у нас там через улицу туда еще есть магазин. Далеко. Или через две. Магазин-то. Через третья улица. Вообще кошмар. Не люблю я туда. Туда тащиться надо такое, да? Мне там не нравится. Там хоть работает, но там-то не закроют. Да почему что-то думаешь не закроют? Так ты узнаешь. Лишь меняется надоест это. Так бы там он еще через дорогу. Вот там такое ощущение, что там и подъездные пути, и сзади как магазин. Вот это и уходная это вот правда сделали бы там магазин. Куда бы нам еще аптеку воткнули. Вообще бы в город не вещали. а что больше это чтобы делать наклад надо тащиться тоже. тащиться но там надо будет ходить везде. Особенно на рынке таткать эти сумки. кто-то я вспомнил с подписчиков писал, что на рынках сейчас не покупают ни продукты, ничего вот такие как у нас рынок, потому что цены дороже. Там на рынке стали цены дороже. Мини магазинчики. Мини жрачные. Там что только хорошее пряники у нас. не, ну там магазин нашего этого потом едят там типа кафешки типа две этих вот выпечку продают выпечку и мягко продают магазинчик такой полупабрикаты да сейчас этих чатники там торговые мясок а эти полупабрикаты перемешки всякие там беспечки всякая пятерочка там еще магазин а у нас есть вообще пятерочка а пятерочка у нас есть у нас их несколько магазинов городе пятерочка Игорь ты чего я не знал я не знал хожу по этим шестерочкам нет ну не десять но немного я уже сказала но я тебе скажу сколько раз два три четыре ну штук шесть семь есть по адресам по которым я пятерочка да есть я по ним не хожу я по ним никогда не видел это у нас этот магнит один роллбий один командор один ладно вот такой вкусный насыщенный легкоусвояемый питатель ты эти съел ну все кто-то торопится ты там съел эти мятка эти сольдельки что ли сольдельки нет а что не съел ну да Васильичу вон рыбу хоть я съел я не хочу чай съел а чай напиваться а чай а я эти Игорь покупал еще там пять штук рыбных котлеток были эти паковочки я их поджарила еще прежде чем рыбу жарить вот Игорь съездил сегодня поймал такую рыбку почикил я поджарила Васильич поел а Васильич все нормально все столько времени я говорю два раза только видела а тут цельной край только на руку рыбачил наши местные эти новости будут рекламировать шерпотреб как всегда так они любят рекламируют шерпотреб там пять минут новостей остальное смотрите магазин шерпотреба шерпотреб для вас приходите дорогие покупайте шерпотреб шерпотреба нет шерпотреб есть шерпотреб был шерпотреб будет ладно всем вкусняшек ой простите у нас даже убрали его сейчас по бокам секонд хенд секонд хенд да наверное что в секонд хенде шерпотреб это да ну как секонд хенд вещи бывшие употреблении да нет я уже буду лучше шерпотреб покупать чем я чисто болячки буду брать своих хватает ладно все поели вкусно а что ты это не поел как не поел все все вкусно питательно аппетитно пока пока всем пока пока мира добра удачи пока 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 да сейчас включу